Добрый день, уважаемые участники конференции! Я хочу поблагодарить руководство ТПП Самарской области за предоставленную возможность выступить на конференции с помощью технических средств и видеокамеры. Думаю, что уже сегодня эти технологии станут для медиаторов нормой жизни и будут применяться повсеместно, потому что они доказали свою эффективность. Но сначала выскажу свои соображения по поводу роли бизнес-сообщества в стимулировании спроса на услуги медиации. Не секрет, что медиация, как социальная технология и практика, в России применяется крайне редко. Непропорционально редко в сравнении с огромным количеством конфликтов, которые разрешаются в судах ежегодно. Примерно полтора десятка миллиона гражданско-правовых споров. Думаю, что здесь драйвером спроса на услуги медиации может выступить бизнес. Потому что в развитых капиталистических странах большое количество коммерческих споров урегулируется с помощью медиации. Если есть спрос, будет предложение. Бизнес-сообщество может формировать конкурсный отбор на профессиональных медиаторов путем публикации предложений, как это происходит в ряде других сфер нашей жизни. Есть такие сферы, в которых участие медиатора трудно заменить на судебный способ регулирования спора. Я имею в виду, прежде всего, это преддоговорные споры на этапе купли-продажи бизнеса. Здесь требуется нейтральный посредник, который может согласовать интересы сторон и обезопасить риски, возможные как со стороны покупателя, так и со стороны продавца. Можно также говорить о сложных конфликтах, как, например, наследственные конфликты, корпоративные споры, отвлекающие много ресурсов государственных органов, когда десяток исков с той, с другой стороны и даже больше подаются в арбитражные суды, и конфликтующие стороны превращают этот конфликт в самоцель. Медиатор как никогда востребован в семейных конфликтах, в конфликтах, связанных с наследованием имущества. Это показывает мировая практика, и Россия здесь может следовать, перенимать лучший опыт соседних стран. Кстати говоря, об опыте стран постсоветского пространства нельзя не отметить Республику Казахстан с ее успешным применением закона на практике. Во-первых, закон о медиации Республики Казахстан охватывает большее количество сверх, чем аналогичный закон в России. Во-вторых, Центр медиации Республики Казахстан, получая государственную поддержку на уровне разъяснительной кампании, поддержку со стороны местных органов власти, акиматов, оборудованием, помещениями, могут заниматься важными социальными вопросами. Прежде всего, это восстановительная медиация. Медиация в тех социальных сферах, в которых отсутствует спрос со стороны бизнеса. У нас же в России, несмотря на большие масштабы экономики, на порядок больше, чем в Казахстане, такой спрос на сегодня только формируется. И Россия стоит на начале очень важных социальных изменений, которые неизбежно возникают при модернизации общества. В любой экономике очень важно уметь защитить нарушенные права не только с помощью традиционных методов, но и альтернативных, малобюджетных, недорогостоящих. Я считаю, что здесь электронные технологии обучения, образования, медиации позволят мыслить глобально и наладить научное сотрудничество, обмен опытом между медиаторами разных регионов и даже стран. Такое общение обогащает. Мы подготовили примерно пять десятков выпускников-медиаторов. Конечно, это немного в масштабах России, но мы хотели бы поделиться нашим опытом с другими центрами, разрушить стереотип о том, что электронное образование является суррогатной альтернативой традиционному образованию. Нет, электронное образование – это очное образование, которое позволяет выбрать вам лучшего тренера в масштабах всего мира. Любая точка, где имеется доступ к электричеству и интернет, может стать опорой для оказания услуг медиации и образовательных курсов. Я надеюсь, что с помощью электронных технологий медиация будет востребована в международных спорах и активно применяться предприятиями малого и среднего бизнеса. Услуги ко-медиации будут востребованы, когда медиаторы-профессионалы находятся по разным сторонам экранов, веб-камер, в разных государствах, в разных городах и помогают урегулировать сложный международный спор путем заключения сделки, что всегда находится в компетенции сторон спора, их руководителей. Это позволит сократить расходы на специалистов международного права и найти изящное решение, опираясь на жизненный опыт, здравый смысл. Это очень востребованная технология. Поэтому, думаю, что несмотря на большие преимущества в сфере образования, России ни в коем случае нельзя терять достигнутых позиций, критично осмысливать ситуацию сегодняшнего дня и активнее вкладываться в образовательные технологии. Потому что за этими образовательными технологиями будущее. Спасибо за внимание.